Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь» — подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом проекте к нам приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях, и рассказывают о конкретных кейсах, неудачных примерах из практики и просто лайфхаках, которые работают на укрепление связи с клиентами. В студии Дарья Новицкая, пиар-стратег и медиапродюсер. И этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Партнер этого сезона UseDesk — хелп-деск-платформа для классной клиентской поддержки. И сегодня у меня в гостях Анастасия Егорова, основатель школы по ВАУ-сервису Ресторада и сервис-тренер. Анастасия, привет! Привет! Ты у нас сегодня прям целевой гость. В нашем подкасте мы разговариваем с предпринимателями или людьми, ответственными за сервис в компаниях. И так как это твоя сфера деятельности, будем сегодня раскрывать её с тобой с разных сторон. Да, суперкруто! Это мне очень интересно, поэтому я готова. Водушевлена очень сильно, поэтому погнали! Как ты пришла к сервису и дошла до того, что организовала свою школу, которая посвящена непосредственно теме сервиса? Ну, я приехала из маленького города, город Волжск-под Казани, население 55 тысяч человек. Поехала я учиться в Москву, хотела сбежать с родителей. У меня это получилось. И когда я приехала в Москву, я поняла, что она очень любит деньги. Ну, как оказалось, их мне не хватало, даже стипендии. Я пошла сразу работать и попала я в сферу гостеприимства. Тогда я называла это общепит. Сейчас я ненавижу это слово. Три месяца я проработала в шоколаднице, поняла, что это фигня какая-то, я не хочу в этом работать, не хочу тарелки носить. Но, тем не менее, я там зарабатывала деньги. На тот момент это было 30 тысяч рублей в 2012 году. Мне было 17 лет, меня не трудоустраивали. Я работала по вечерам, было потрясающе удобно, но супер некомфортно относительно эмоционального фона на работе. И дальше я уволилась и подумала, больше никогда не вернусь. Но деньги закончились. Через месяц я снова вернулась в сферу гостеприимства. Но это оказалась крутая компания, компания Кофемания, которая до сих пор лидирует на рынке. И я там проработала 7 лет. Так и началась моя такая осознанная история в гостеприимстве, потому что именно в Кофемании я училась быть официантом и поняла, что это профессия с большой буквы. Я работала три месяца почти бесплатно для того, чтобы пройти обучение в их тренинг-центре. И, конечно, эти три месяца были самыми интересными, наверное, на моём пути, потому что я узнала много про гастрономию, про сервис, про себя, какие у меня есть ценности, откликаются ли они с этой компанией. И настолько хорошо вселили меня в этой компании корпоративную культуру, что я 7 лет не хотела оттуда уходить и думала, что кроме этой компании жизни нет. Вот. Так и началась моя история в сервисе. И три года я проработала официантом и дальше уже пошла по карьерной лестнице. Как вселить корпоративную культуру таким образом, чтобы сотрудники были рядом долгое время? Классный вопрос. Я считаю, что это нужно начинать прямо с бренд-стратегии, которая позволяет нам понимать, о чём наш проект, почему мы его вообще строим сейчас, этот ресторан или компанию, и какая ценность у нашего владельца бизнеса, что он этим проектом хочет донести в мир. И только если есть вот эта миссия, которую владелец бизнеса несёт в мир и даёт пользу людям через ресторан, то тогда, конечно, можно эту корпоративную культуру внедрить. Если же владелец бизнеса открывает ресторан ради славы и ради денег, то, скорее всего, корпоративной культуры здесь не получится, и она не поможет, даже если её как-то слепить на коленке. Конечно, бизнес ради бизнеса, он должен проносить деньги, но я всё-таки считаю, что должны быть глубинные такие начала, которые помогают нам понять вообще, в чём наша суть. А если всё-таки у нас есть первое условие, что у нас ресторан транслирует пользу в мир и даёт реально чувствовать гостям кайф, радость или праздник или вкусность, то тогда есть возможность большая это сделать совместно с бренд-стратегом. Я обычно это делаю внутри компании. Мы собираем стратегическую сессию, которая позволяет нам определить архетип нашего заказчика, то есть владельца бизнеса, какая у него трансляция в мир, что он хочет, чтобы сотрудники доносили, какие мы ценности используем, какая вообще нас цель преследует на ближайший год, например, для того, чтобы сотрудникам это передать и заразить их. И как только это всё происходит и прописывается, что можно потрогать, тогда, конечно, организовывается корпоративная культура и делается таким образом. Я делаю это очень часто, иногда очень хитро, но я приглашаю сотрудников ключевых позиций для того, чтобы подвести их к тому, как будто бы они сами эту корпоративную культуру создали определёнными инструментами, определённо списать с них ценности, которые нам нужны, и выделить то, что сейчас мы выбрали с владельцем бизнеса. И тогда, конечно, гораздо проще это внедрить в новинку, в компании для того, чтобы сотрудники помогали нам эту корпоративную культуру продвигать, потому что этот культурный код без сотрудников вообще ничего не стоит. Именно таким образом поэтапно можно это сделать. Получается, сейчас я назвала три этапа. Ещё раз подытожу. Первое — это понять, есть ли ценность у владельца бизнеса к тому, что он делает, и понимает ли он свою миссию, которую транслирует в мир, какую пользу несёт. Второе — это стратегическая сессия, где мы образовываем эту корпоративную культуру, списываем с владельца бизнеса, его ценности, ставим цели и миссию, с которыми мы будем делиться с сотрудниками. И далее я приглашаю сотрудников, чтобы они сами как будто бы это создали для того, чтобы они нам помогали. Ключевое слово «как будто». Да, сначала «как будто бы», знаешь, это как искусственный ажиотаж сначала создаём, а после этого начинается естественный ажиотаж в том же самом ресторане или, не знаю, в воронке продаж или ещё что-то. И здесь тоже я использую этот метод, он похож на шоковую терапию, потому что, во-первых, это приводит к быстрым результатам, во-вторых, это помогает очень минимальное количество времени потратить на отрицание, на работу с сопротивлением, потому что в любой компании, в любой стоявшейся команде это очень сложно сделать чаще всего, и требуется очень много времени как раз-таки на отработку этого сопротивления. То есть сопротивление можно обрабатывать следующим образом, ты подводишь людей к тому, что они сами формируют эту культуру, сами принимают решения, и это таким образом снимает этот пласт. Так это работает? Да, да, если обобщить, то ты совершенно права. Окей. Если мы с тобой возьмём вот этот бизнес-процесс, первый ты сказал, нужно списать ценности. Вот какие вопросы нужно задать себе, чтобы это понять? Давай дадим такой гайд нашим слушателям. У меня есть, кстати, гайд, как понять свои ценности и как определить свою миссию. Что нужно задать себе? Во-первых, что для меня очень важно в этой жизни? Ответить себе на этот вопрос очень честно. Как это происходит у меня с моими учениками или с моими владельцами бизнеса? Сначала мы это делаем словесно, а потом я ещё даю тест, который запатентован и подтвердила Всемирная организация здравоохранения о том, что это действительно истина. И этот тест на определение ценностей проходит владелец бизнеса. И дальше мы сравниваем две составляющие. Первое — это то, что он сам себе назвал. А второе — то, что есть как раз-таки исходя из этого теста. И чаще всего это очень сильно разнится. Почему? Потому что кажется мне, что моя ценность — это реализация. Она на самом деле не моя истина, и куда-то я спешу за ней непонятно, и это не приносит мне на самом деле истинного удовольствия. И то есть мы здесь смотрим с двух сторон, и, конечно же, я со своей экспертной точки зрения подсказываю и задаю вопросы наводящие, коучинговые, которые помогают понять, истинно это или нет. То есть ценности определить в таком ключе, что для меня ценно, что я ценю в людях, окружающих, что для меня очень важно, чтобы были какие сотрудники рядом со мной, и без чего я не я. То есть я не я без того, что я каждое утро встаю и выпиваю стакан воды. Да, это тоже транслирует мою ценность. Какую? Стабильность. Или я каждый день встаю и прыгаю сто раз на скакалке. Тоже это подтверждает мою ценность, стабильность. И мы вот таким вот шагами двигаемся. Это примерно занимает несколько дней, потому что очень важно здесь походить, об этом подумать, это зафиксировать. И очень часто наше подсознание выдаёт нам новую информацию. И, конечно, приятно всегда видеть, когда владелец бизнеса, который суперделовой, у которого супермного денег, и в этом говорит, офигеть, я даже никогда не задавался этим вопросом. Это такой сложный вопрос, я не знаю, что на него ответить. Что касается миссии, здесь, конечно, тоже очень важно понять посыл того, для чего мы вообще это делаем бизнес. Здесь какой вопрос может нам помочь? Что мы хотим, чтобы люди увидели в этом продукте? Или что я хочу этим ресторанам донести в мир? Например, есть лапшичная, да, китайская. Вот у меня есть заказчица из Ренбурга сейчас. Она очень хочет, чтобы гости попадали к ней в лапшичную и чувствовали себя, как в Китае. Она хочет, чтобы она организовывала внутри своего города путешествия, потому что сейчас людям это очень сложно сделать. Или, например, ресторан греческой кухни Ева, который я открывала. Какая там вот миссия у этого проекта? Чтобы гости чувствовали качественный продукт. Там индивидуально не используется более трёх ингредиентов в одном блюде для того, чтобы гости действительно чувствовали не соус, а именно качественный томат, качественный перец. И чтобы действительно прикоснуться к русифицированной греческой кухне. И также миссия этого проекта была в том, что в этом ресторане нет сырников. И это будут для вас непривычные завтраки, которые вы будете чувствовать на себе и будете удивляться, как можно жить по-другому, не как в России. То есть это тоже такой новый паттерн поведения, который мы образовывали у людей, для того, чтобы понимать, что есть непривычные вещи, и они могут быть тоже крутыми. То есть мы открывали для людей что-то новое, чтобы они образовывали новые нейронные связи. И таким образом мы тоже вопросом, что я хочу донести своим проектам в мир, какую пользу получит гость, выявляем ценность нашего проекта или ценность нашего заказчика, в данном случае ресторатора. И как определить цель? Тут, конечно, это уже более твёрдая часть нашей работы в корпоративной культуре. Тут очень понятно, можно выстроить цель, куда мы двигаемся. Например, что обязательно мы определяем цель, чтобы она была конкретная, очень понятно, сформулированная, актуальная для ресторатора в первую очередь, потому что ресторан — это всегда проявление ресторатора. Кто его организовывает? Не инвестора, очень важно, а именно того, идейного вдохновителя. И тут мы ставим эту конкретную цель, обязательно ограничиваем её во времени, то есть всё как полагается. Да, здесь очень подходит система, всем нам понятно, смарт. По постановке цели для этой истории она будет очень подходящая. И далее мы уже это всё структурируем. Я в рамках своего опыта уже это перевожу на бумагу. В дальнейшем мне помогает в этом мой бренд-стратег, который работает со мной в команде, потому что потом это будет влиять на маркетинг и на точки продвижения с точки зрения рекламы. Поэтому мы работаем совместно, сообщая, и дальше уже приходим с готовым проектом про ресторатора, и он говорит, блин, классно, или фу, какая-то фигня. Редко, конечно, такое бывает, но тем не менее, или вот это нужно поправить. Вот так это и происходит. Очень просто, в принципе, в диалоге. Самое главное, чтобы был уровень доверия, потому что если мне заказчик доверяет или ресторатор мне доверяет, то, конечно, гораздо проще это сделать, нежели он будет закрытый, скованный и не сможет подсознанию дать волю. Спасибо за такой подробный гайд. Расскажи про кофеманию. Это 7 лет твоей жизни. Это место, которое, как я услышала, тебя сформировало как профессионала. Давай рассмотрим на примере кофемании ценности, которые транслировались, польза, которая транслировалась для гостей. Как весь этот сервис реализовывался от и до? Вопрос очень крутой. Я с удовольствием на него отвечу. Как реализовывался сервис кофемании? Действительно, я очень люблю эту структуру. Как это всё происходит? Например, возьмём меня. Я пришла новенькая, мелкая. Мне уже на тот момент исполнилось 18 лет. И что нужно было мне сделать? Для того, чтобы мне вступить в роль официанта и вообще стать официантом, я должна была 4 месяца проработать с помощником официанта. На этот момент я не имела вообще возможности подходить к столам и разговаривать с гостями. Я думала, что за фигня? Я хочу зарабатывать чаевые. Но сейчас, конечно, когда я сдавала аттестацию, потом я поняла, что если бы я делала, не зная каких-то вещей про компанию, я бы выглядела совершенно непрофессионалом в лице всей компании, то есть для гостей. И сначала я проходила полное обучение, в основе которого лежат как раз-таки знакомства с корпоративной культурой. И стандарты сервиса — это обязательные тренинги, которые нужно было посетить. И также есть еще тренинги по продуктам, которые помогали мне понять, что такое помидор, что такое трюфель, почему его сочетать именно с этим, с каким вином будет сочетаться паста карбонара, какой чай можно предложить к десерту Наполеона, например, что такое чай, что такое пуэр, что такое кофе, почему это ягода, где она произрастает, какой у нее должен быть обжар. То есть все продукты, с которыми мы работали, я должна обязательно была об этом знать. И мне компания очень сильно помогала в этом, то есть мне предоставили такой ресурс. Какие там ценности были и как я поняла, что это вообще мое? Первое, конечно, это честность. Если я сама с собой честна, то мне будет легко работать и с командой, потому что это очень важно для команды образования, что я могу там передать какие-то вещи в лицо или не говорить за глаза. Это честность с гостями, что я не буду врать, если я не знаю, есть ли в салате лук или нет, и гость меня спрашивает, а есть ли в салате бора-бора лука? Я такая, а нет. Пойду пробью в систему и напишу бора-бора без лука. Думая, что все классно я сделала, а потом гость приходит, просит бора-бора, не говорит, что он без лука, потому что он уже знает, как будто бы он без лука. И другой официант ему притаскивает этот салат с луком. У гостя, конечно же, разочарование. То есть это тоже про честность, которая влияет на будущий имидж компании. Также, что еще для меня очень важно и отложилось до сих пор, это внимание к деталям. О том, что для меня важна каждая деталь, не только потому, что я официант и работаю со столом, и какая тряпка я должна следить за этим, и что я выношу гостям, но и, конечно же, прочие детали ресторана. Например, грязные ли окна, температура в зале, какая музыка сейчас звучит, достаточно ли десертов на десертной витрине, правильно ли капучино мне отдали. То есть я тоже, как такой третий контролер, который помогал менеджерскому составу, благодаря этой ценности я иду и понимаю, валяется чек, да, и я не буду говорить, типа, ой, это не моя работа, сейчас придет уборщица и все уберет. То есть это тоже очень важно. Также взаимозаменяемость, конечно, я сейчас точно тебе их не назову, потому что прям, ну, достаточно давно это было, я уже потом после этого еще три года в Лаки Группе проработала, но вот такие блоки я отлично помню. Это взаимозаменяемость, то, что мы работаем в команде и, конечно же, очень важно, чтобы я понимала, что если я официант, как обычно бывает, и я думаю, у меня самая сложная работа, а вот управляющая ходит, ест и ничего не делает. То же самое с поваром, да, я там думаю, ой, чего вы выпендриваетесь, стойте, доварите свои пельмени. Или повар думает, ой, да ладно, чего официантом работать, принеси да унеси, ничего сложного, а вот мы тут стоим около плиты, нам так жарко и вообще невозможно. То есть это как раз-таки про то, чтобы понимать, что каждый сотрудник очень ценен и у каждого сложная работа. Это подтверждалось на практике. Каким образом? Есть такое понятие, как ростажировка. Я выходила, например, когда я стажировалась, четыре часа работала на кухне, несколько смен подряд. Что я делала? Варила пельмени и жарила котлеты, делала заготовки. И когда я там постояла два дня по четыре часа, я думала, охренеть, нет, спасибо, я пойду работать с официантом. И это очень сильно вызвало уважение к моим коллегам. То же самое касалось с баром. Далее, если брать такие ценности, то это любовь к своему делу, конечно же, потому что самое главное, и я до сих пор так считаю, что в любом деле главное огромное желание, всему остальному можно научиться. И если я люблю свое дело, кайфую от этого, у меня есть внутренняя эмпатия, я хочу помочь каждому госту, сделать так, чтобы ему было классно и комфортно, конечно, это мне в первую очередь, наверное, откликнулось, когда я пришла, потому что я всегда была такая активистка, у меня был свой волонтерский отряд в маленьком городе, я помогала людям, это мне тоже, конечно, очень приносило такое удовольствие. Вот, и еще ценность, это развитие, какие-то еще вещи, которые могли меня развивать. Почему? Потому что гости приходили очень высокого уровня и всегда имели возможность разговаривать с официантами, и тогда мне это очень сильно помогло, потому что я поняла, что классное окружение, я приехала из маленькой деревни почти, богатые люди для меня, это вообще были какие-то манны небесные, и когда мы начали с гостями этими общаться, до сих пор с некоторыми мы дружим, конечно, я понимаю, что мне помогло мое развитие, потому что я могла поговорить и про фильмы, и про книги, и про то, не знаю, что такое дерево и почему оно растет, какие у него корни, какая должна быть почва, куда поехать в путешествие, потому что сама я тоже часто ездила в путешествия, когда была официантом, и это мне помогало тоже в личной жизни развиваться, если эту ценность пересматривать на свою жизнь, там, я через три месяца работа в кофемане уже купила себе машину, тоже, конечно, для меня это был показатель, и я, смотря на своих гостей, спросила еще здесь вопросы, как это вообще дошло все до того, что я открыла свою школу, я сразу, когда пришла, или там в первые две недели я поняла, что я хочу быть управляющей, мне уже неинтересно быть официантом, хотя я даже еще ничего не знала, и гости мне тоже помогали и несли меня вперед, и, соответственно, вот эти вот все знания, Даша, как раз мне помогали давать вот эту вот структурную сервисную единицу, благодаря которой я свои зоны ответственности с точки зрения столов и гостей, которые возлагались на меня каждый день, помогала гостям получать удовольствие, то есть определенный стандарт по сервису, конечно же, был, да, я помню, 18 шагов сервиса в кофемании, которые помогали работать беспрекословно, и это нужно было выполнять, конечно же, не забывая про свою индивидуальность, тоже дополнительная ценность, которая была очень важная, и после того, как я обучалась три месяца, я сдавала аттестацию, если бы я ее сдала, то я бы выходила в зал, мне повезло или не повезло, или это последствия моей работы, я сдала это с первого раза, и только тогда я вышла в зал на сокращенную позицию, два стола у меня было, тогда я тренировалась и училась, конечно же, новый навык отрабатывала, вот, после этого, как бы вообще проходила аттестация, расскажу, потому что это тоже такой сервисный ключевой момент, это практическая аттестация, где присутствовали у меня три человека, это была управляющая, тренинг-менеджер, который меня обучал, и менеджер, который работал с нами в ресторане, для чего это нужно было, чтобы потом понимать, какие у меня сильные вещи их развивать, благодаря моему управленческому составу, и какие вещи для меня как точки роста, для того, чтобы помогать тоже их усиливать, вот, и я обслуживала полностью эти гостей, где мне могли задавать вопросы абсолютно по всему материалу, который был в кофемане, и, конечно же, нужно было использовать стандарты сервиса. И далее, час двадцать было обслуживание, после этого на сорок минут была личная обратная связь для меня и обсуждение, как все прошло. У нас было четыре менеджера, и у каждого была своя звезда. Каждая звезда состояла из официантов, например, у нас было двадцать официантов, и у четыре менеджера было по пять официантов, и менеджеры помогали нам развиваться. Мы постоянно этой звездой ходили в рестораны, мы ходили на боулинг, на картинг, например, собирались просто вечером после смены и ехали, например, встречать рассвет в парке Горького, я тогда работала на Комсомольском проспекте, и каждые полгода мы этими звездами менялись для того, чтобы всю команду чувствовать. И сюда же относились и повара, и официанты, и бар, и мойка, все подразделения, которые были с нами, конечно, не все могли иногда принимать участие, но тем не менее. И еще у тебя был ключевой момент, то есть дальше, конечно, это все помогало, вот эти вот все такие продукты помогали двигать сервисную модель в массы, и этот стабильный сервис, который держится до сих пор, позволяет устраивать ту структуру и сервисную модель, которая есть. И, конечно же, после того, как я сдала аттестацию, это ничего не закончилось, потому что периодически был всегда контроль, каждый месяц менеджеры делали нам контрольный лист на официанта, что это такое, проверяли меня, правильно ли я использую стандарты сервиса, какие вещи у меня уже усилились, исходя из моей аттестации, знаю ли я меню, каждый месяц я сдавала шеф-повару и бар менеджеру меню, потому что это очень важно, чтобы ничего не забывалось. И в таком ключе это всегда поддерживало качество, то есть функция менеджмента тоже была очень классно выполнена, и, конечно же, я считаю сейчас и вижу в этом большой успех, потому что, когда я еду работать с разными компаниями, ресторанами, я всегда начинаю работать с менеджментом, потому что это самая главная помощь мне в достижении результата, четыре основные функции, которые я должен выполнять управленец, они очень важны, и чаще всего мы об этом забываем, особенно если ресторан открывается для денег. Что это за функции? Четыре основные функции это контроль, это мотивация и организация работы, это планирование, сюда же мы относим обязательно делегирование, потому что для того, чтобы проделегировать, нужно тоже понимать, сюда же относим тоже бюджетирование, потому что часто очень, это частая проблема в ресторанах, с которыми работаю, 70% ресторанов не используют бюджетирование, хотя это архиважная вещь, которая помогает нам развиваться. Слушай, очень интересно, немножко мы с тобой в менеджерские истории сейчас ушли, возвращаю наш фокус внимания в сервис. Довольно объемный, у тебя такой был рассказ, и есть несколько деталей, за которые я прям зацепилась. Первое — это сторитейлинг для гостей. Но в вашей сфере это особенно важно, но как ни крути, такой плотный контакт с гостем мы устанавливаем там. И я думаю, что это будет актуально и релевантно для других сфер, других ниш. Что нужно сделать, чтобы вот этот сторитейлинг внедрить в свою работу и насколько это сильно повышает уровень сервиса? Как ты считаешь? Первое, что я считаю, это очень сильно повышает уровень сервиса, потому что, несмотря на то, что база и техника сейчас очень важна в сервисе, если ты, например, приходишь ко мне в гости, и я тебе рассказываю о том, что это за ресторан, почему у нас такая мебель, откуда эти светильники, которые мы купили на блошином рынке в Англии, которые олицетворяют то, что мы внимательны к каждой детали, почему эта печь стоит на входе и как символ огня символизирует то, как ты будешь себя чувствовать, что это израстцы, которые собирались с разных точек света, они сохраняют тепло, и ты получишь на выходе самую качественную лепёшку, как в Древней Греции, именно потому, что мы ещё используем древнегреческие сыр фета, которые есть только в нашем ресторане. Это позволяет создать для гостя высокий уровень эмоциональной покупки. А если я эмоционально покупаю, я не думаю о том, сколько денег я здесь оставлю, потому что мне будет классно. И, конечно же, это внедрение помогает понять, что гость — это самый главный друг для нас. И гость чувствует себя как дома, потому что чем больше гость знает про нас, тем больше он хочет возвращаться и чувствует такую домашнюю атмосферу. почему это для нас важно, опять же, опираясь на точки корпоративной культуры. И далее сначала это нужно внедрить технически, прописать эти истории, которые официанты или другие сотрудники вашей сферы должны обязательно выучить и вам как минимум их сдать. Они должны это знать на 300%. Для чего? Чтобы они использовали это на 100%, потому что всегда, если я знаю на 100%, я использую только на 50%, скорее всего. Особенно линейные сотрудники. И, конечно, дальше разговаривать часто с сотрудниками, почему у нас такой продукт, что нового мы сегодня привезли, почему у нас такой аппарат используется, почему у нас такая форма, кто нам её шьёт, что она, не знаю, стоит 30 тысяч рублей и для нас они жалеют денег и я чувствую себя качественно, потому что это рубашка, в которой я чувствую себя суперкомфортно и на уровне своих гостей, например. То есть вот эти вот вещи нужно дать понять сотрудникам, о чём рассказывать, в каком ключе и с какой эмоцией. Тренироваться, 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 даже эмоцию, эмпатию можно тренировать как навык. Конечно, это сложнее, чем какой-то жёсткий навык, например, знать меню, но, тем не менее, тоже можно делать. Я вспомнила случай, когда заходила в парфюмерный бутик и вот этот момент, когда к тебе приходят консультанты и говорят, а попробуйте эти духи, вот представьте, этот человек во Франции в такой-то век, такие-то годы, к чему он вдохновлялся, что какие ароматы, и там настолько подборка эмоционально-чувственных вот этих образов, ты уже, твоя бессознательная такое стоит, такое, ааа, я уже там. Ну и ты сейчас классные примеры, правда, приводила, и вот этот, знаешь, вопрос «почему», включить в себе ребёнка и понять, что тебя окружает, и ко всему задать «почему, почему, почему, почему», да, попробуйте в своём бизнесе поотвечать на эти вопросы, поискать эти истории, поискать смыслы, которые будут действительно утеплять вашего клиента. Классный приём, стори-тейлинг, берём его себе на вооружение. И даже ты, когда рассказывала про парфюм, как ты выбирала, у тебя даже поменялась мимика лица, поменялись жесты, то есть ты настолько вспомнила и окунулась в эту историю, потому что действительно очень сильно возвращает нас в тот момент. Почему это происходит ещё, тоже объясню, потому что сейчас очень развивается наука нейромаркетинг, то, что мы воспринимаем мир с помощью пяти органов чувств, да, и для тебя важно попасть в этот аромат, а для меня важно послушать красивую историю, а для моей подруги будет важно попить вкусного вина и съесть качественный салат, например, да, всё остальное будет неважно. Спасибо, что ты тоже поделился этой историей, это очень приятно слышать, что ты настолько душевно тоже внедряешься. С вами наша новая рубрика «Вредные советы для клиентской службы». В ней мы с партнёрами сезона компания «Юздеск» будем рассказывать, как делать не надо. Нельзя поверить на слово клиенту. Заставьте, что сказал он доказать. Представит, если запись разговора. Сотрудника есть повод наказать. За справками пусть бегает раз надо. Добиться правды и товар вернуть. Круги бюрократического ада. Такой вы дарите клиенту путь. Спасибо, скажет он вам за заботу, познавший жизнь во всей её красе. Вы честно выполняете работу и помнят пусть об этом все. А добиться уважения клиентов можно с помощью отличной службы поддержки. В этом поможет «Юздеск» – хелт-деск платформа для безупречного клиентского сервиса. 19 октября состоится пятая, самая откровенная конференция о клиентской поддержке от «Юздеска» – «Confuse». Место, где эксперты, саппорта и представители бизнеса открыто обсуждают клиентский сервис. Здесь откровенно говорят об успехах и провалах, о возможностях и рисках и отвечают на неудобные вопросы, которые обычно игнорируют. Слушателям нашего подкаста «Юздеск» дарит скидку 15% на покупку билетов по промокоду «Вам помочь». Ссылку на конференцию вы найдете в описании подкаста. Там же мы оставили контакты «Юздеска» на случай, если вы захотите узнать о «Хелпдеск»-платформе для безупречного саппорта прямо сейчас. Ты сказала про такой момент, как дружба с клиентом. Мне впечатлила вот эта история, что профессия, она просто предполагает непрерывное развитие. То есть, когда ты общаешься с клиентом, ты в первую очередь должен быть интересным человеком, у которого есть свои интересы в жизни, который их реализовывает, который может нести это в разговор. Я на самом деле никогда не задумывалась, настолько, допустим, в вашей сфере вот такой контакт, насколько это важно. Но есть же люди, для которых развитие не такая приоритетная ценность, и вряд ли они у вас долго удерживались. Как это было? Да, тут вопрос такой получился с двух сторон. Как взаимодействие с клиентами помогает развиваться, и обратная сторона, как развитие предотвращает вообще моё, в принципе, движение вверх. Конечно, есть такие сотрудники, которые приходят просто так заработать денег, и кажется, что это очень легко и быстро, и куда пойти, ничего не знаю, пойду официантом работать. Я счастлива, и я ликую и праздную то, что сейчас мы повышаем уровень сервиса, и повышаем ту осознанность среди сотрудников, потому что наша сфера, она очень сложная. И тут очень важно, во-первых, быть стрессоустойчивым, много работать. И для чего вообще, опять же, вернусь к корпоративной культуре, она нужна, потому что есть, например, если я работаю с компаниями, мы выстраиваем эту структуру, и есть обязательно вводная программа, которая помогает выстраивать HR-бренд в том числе. Они ко мне приходят, я провожу им тренинг, рассказываю, какие у нас есть ценности, почему они для нас так важны, какая информация даётся гостю, какая история создания нашей компании. И я прям там задаю вопрос и смотрю на реакции сотрудников, вам вообще как, откликается или нет? И кто-то говорит, но врёт, да, типа, да, так интересно. Кто-то молчит, у кого-то пассивная агрессия, у кого-то выраженная агрессия. Но в то же время, помимо того, что я спрашиваю от сотрудников, насколько вам это откликается, это ваши ценности, я рассказываю, какое преимущество они могут получить. Потому что, если они будут использовать эти принципы в работе, они, во-первых, получат большое преимущество от компании и рост развития, и в том числе гостей в качестве друзей. И, конечно же, это поможет им дальше развиваться не только в карьере, но и в жизни, как это было на моём личном опыте. И здесь сразу отбиваются те люди, которые не хотят с этим работать, не хотят прикладывать усилий. Но для того, чтобы это использовалось, очень помогает система мотивации. У меня есть такая фраза, и недавно я её для себя открыла в своём подсознании, когда часто работаю сотрудниками, я обучила уже больше пяти тысяч сотрудников с точки зрения ресторанного бизнеса. Мотивация через демотивацию. Что это значит? И это будет ответом на твой вопрос. Приходит сотрудник и говорит, ой, меню надо учить, ой, на тренинги ходить, ой, ещё сервис ваш изучать, я вообще-то деньги пришёл зарабатываю, что я буду тратить время? И я его сначала заставляю прийти на этот тренинг. Я его заставляю выучить меню идеально. Я спрашиваю с него, я его мотивирую, демотивирую, если нужно. Я его заставила сначала, а потом после базовой программы многие сотрудники, примерно 64%, точнее, не примерно, а точно, я проводила такую статистику, подходят и говорят, Анастасия, а можно ещё, пожалуйста, изучить продажи? А я хочу расти, а мне это интересно, я буду наставником, можно, пожалуйста? Я хочу, я там, я сям, я стану менеджером. Через заставление получилось открыть человеку тот аспект важный, который нужен, во-первых, для компании, для роста. Человек понял, что ему тоже это важно и помогает в жизни. И, конечно же, гости от этого тоже кайфуют, то есть все выигрыши. И вот таким вот образом происходит моя работа. Почему я тебе до этого ещё сказала, через такую шоковую терапию? Потому что не все мы сразу осознаём, что нам это нужно, а вот через шок, через работу с отрицанием можно понять, кто действительно готов, а кто нет. Но это ежедневная работа с индивидуально каждым сотрудником. И невозможно быть и работать, создавать успешный ресторан, если я приняла сотрудников и поехала на Мальдивы отдыхать, а вы как-нибудь сами справитесь, и мне уже не важно, что вы будете делать. Вот вам персонал, вот работаете, вот вам деньги на зарплату, вот зарабатываете. Ну, тут, конечно, аутрированная такая ситуация, но тем не менее, там либо про управляющего, который не вовлечён, либо проиграющего владельца бизнеса, то есть кто в процессе вовлечённый очень часто. Вот, поэтому тут ответ на вопрос рассматривать индивидуально каждую персону, видеть в этом потенциал, потому что в силу опыта это легко сделать, помогать его раскрывать, либо сразу убирать тех сотрудников, в которых это невозможно сделать. Но у меня есть мой принцип личный, я любому человеку даю шанс, даже если кажется, что он безнадёжен, потому что чаще всего сейчас зумеры, да, работают в нашей сфере, и это люди, которых нужно мотивировать клиповым, ну, вот это клиповое мышление использовать, мотивировать какими-то вещами, которые будут заставлять их желать работать в этой компании. И очень грустно, но институт семьи в нашей стране распадается, люди приходят, которым нужно забота, внимание, поддержка, дать возможность двигаться вперёд, реализаться, то есть нужно быть ещё и психологом, и действительно, если под своё крыло взять тех сотрудников, у которых в детстве этого было очень мало, то это помогает мне создать крепкую команду, то есть поверить в каждого. Почему для меня это важно? Потому что я знаю, у кого это. Меня сначала, кстати, нельзя легкофиманью работать. Я пришла на собеседование, у меня был маникюр длинный, такие ногти, и менеджер проводил собеседование, и я заполнила анкету в ресторане, мне понравилось, я думаю, я хочу здесь работать, и она заходит в подсобку, я вижу, она разрывает моё резюме, и я чуть не заплакала просто, но мне так хотелось там работать, и я позвонила потом ещё раз в ресторан, сказала, что я приходила на собеседование, но ответа так и не получила, мне ответа не дали. И мне менеджер другой говорит, приезжайте, сегодня будет управляющая. И вот эта управляющая, Марина Бурлимова, которая позволила мне в ней обрести как будто такую маму на работе, она в меня тогда поверила, я пришла, она мне задала всего лишь три вопроса, и она мне говорит, я увидела в тебе звезду и взяла тебя на работу, хотя у них был полный штат. Она всегда меня поддерживала и как будто бы вела за руку и помогала мне в развитии. И вот это помогает тоже развивать сотрудников в такой момент чуть больше, чем просто сотрудник-руководитель. Вот, поэтому возможно развивать, главное было бы желание. Но еще важный момент хочу сказать, что сейчас сотрудник в нашей сфере, ну и вообще в любой сфере, стоит гораздо дороже, чем гость или чем клиент, потому что есть кадровый голод, все уходят в инфобизнес, очень многие люди, особенно в нашей сфере, в рестораны, ушли работать курьерами, потому что это заработок выше, а затрат и смысловой нагрузки и умственных способностей нужно прилагать меньше. И, конечно, маркетплейсы тоже очень сильно повлияли на кадровую голодовку в ресторанах. Спасибо тебе за такие истории, которые и в твоей жизни работали сейчас про такую, знаешь, тему ты сказала, как про такой институт наставничества, институт твоих старших помощников, кто в какое-то время в тебя поверил и помог тебе раскрыться. Это важно и здорово, что ты это делаешь со своими сотрудниками. Спасибо, что ты так отмечаешь. Согласна с тобой полностью очень. Давай систематизируем сейчас всю информацию, на чём вообще строится сервис. Давай разобьём сервис на составляющие, чтобы у нас опять был такой чек-лист, как в каком направлении нам работать, как оценивать эффективность, что нужно подкрутить для того, чтобы организовывать этот вау-сервис и иметь ажиотаж гостей, сотрудников и так далее. Мне нравятся твои вопросы, ответы на которые получаются очень твёрдые и применимые. Я здесь сразу хочу подразделить сервис на три составляющие. Первая — это техническая составляющая. Что сюда относится? Чистота стола, качество посуды, чистота посуды, качество приборов, правильная сервировка, правильное расположение позиций и агрегатов на столе, например, салфетница, чтобы она стояла удобно и равноудалённо от всех гостей. Буквально вчера, в примере, я ходила на аудит в одну кондитерскую здесь, в Казани, и стоят салфетки, я одна за столом, стол большой, и чтобы их взять, мне нужно встать, сделать несколько шагов и взять салфетку. То есть это совсем некомфортно, и гости это чаще всего не замечают, но на подсознании это откладывается. Чем больше действий мы делаем, тем меньше хочется нам возвращаться. То есть это техническая составляющая сервиса, которая должна быть всегда. И меня немножко сейчас пугает тот момент, что очень многие мои коллеги и вообще в принципе рестораторы топят за эмоциональный сервис. Как это должно быть, какие эмоции должен испытывать гость, забывая совсем про технику и про базу. То есть я считаю, что её вообще никогда нельзя отпускать из виду, она должна быть как само собой разумеющаяся, как стол в ресторане. Вторая составляющая — эмоциональная. Что сюда можно отнести в сервисе? Это знание сотрудников, это эмоциональность и индивидуальность каждой личности. Это отход от тезисов и шаблонных фраз, которые будут уже на ухо резать нашим гостям или клиентам, если брать другие сферы. Это иметь возможность удивлять эмоционально наших гостей. Сюда же и можно относить точки вау-сервиса. Что, например, это может быть? Ты сидишь в проекте и пришла попить чашку кофе в очень холодный зимний день. И сидишь и потираешь плечи. Ну то есть таким образом, что показывая, что тебе холодно, но не думая о том, что нужно попросить плед, и возможно, ты даже сама это ещё не ощущаешь, потому что у тебя в голове очень много разных задач. И я это вижу. Не спрашивая тебя, приношу плед. И с твоего позволения предлагаю тебе тебя укрыть. Я увидела, что вам стало прохладно. Ты окунаешься в своё чувство и думаешь, блин, реально, мне стало холодно, а я даже об этом не задумывалась. С точки зрения технического сервиса, вернусь на первый шаг нашей составляющей, там тоже может быть вау-сервис. Даже на технике. Как это может быть? Например, это когда гость ничего не двигает сам на столе, что приборы лежат справа, что салфетница стоит рядом, что есть соль и перец. А если мне не солёный, я буду говорить, подайте мне соль и перец. Если официант сказал, принести вам сначала капучино, а потом салат, то значит, он должен так и сделать. А не забыть и принести сначала салат, а потом я уже спрашиваю, а где мой капучино? То есть когда мы делаем точные действия, которые не заставляют гостя думать в нашем проекте, с точки зрения техники, это тоже вау-сервис. Но он не так ощутим, нежели, конечно, эмоциональный. И третья составляющая, которая для меня очень важна и которую я выделяю в сервисе, в современном мире это очень важно, это время. Очень важно следить за тем, как можно сделать одним подходом максимальное количество действий, чтобы сэкономить своё время, свои ноги и время нашего гостя. Здесь конкретный пример в сервисе, что может быть вау-сервисом. Это когда я принимаю у тебя заказ как официант. И, например, это аперитив. Аперитив — напиток, который помогает разыграть аппетит. Ты пьёшь алкоголь? Ну, не очень. Редко. Тогда я предлагаю тебе на аперитив лимонад клубника паприка, который очень любим нашими гостями и в этот жаркий день позволит себе утолить жажду, либо айс-мача, который мы готовим с чуточкой любви и добавляем банановое молоко. Вот что для вас принести? Я уже всё готова у тебя взять. Каждая вот эта история от греческих лепёшек до лимонада на аперитив. Я уже всё хочу. Отлично. Вот ты захотела, например, лимонад. Ты сейчас сказала, что ты будешь лимонадом. Я коэффициант что могу сделать? Пойти, пробить тебе лимонад, принести тебе салфетницу, принести лимонад и потом принять заказ. Ты как бы в это время посмотришь. Вроде бы как бы нормально. Ну, типа, ничего такого нет странного, так реально происходит. Но здесь можно сделать вау-сервис во времени. И я к этому лимонаду могу за первый подход тебе сразу предложить севиче из себаса, например. Или греческую лепёшку, которую я подам для вас греческим салатом, который считается лучшим, по мнению наших гостей, в Москве. Это комплимент? Это будет полноценное блюдо, не комплимент. Но если это комплимент, то, конечно, я лучше его выношу, не предупреждая гостя, чтобы был эффект сюрприза. Вот. И, например, я тебе предлагаю сделать заказ, и ты понимаешь, да, давайте греческий салат, например. Ты бы сейчас согласилась или не согласилась? В 70% случаев, если я инициирую приём основного заказа на первом напитке, и ты соглашаешься чаще всего, тоже в 70% случаях, я сделаю полностью, соберу твой заказ, порекомендую тебе блюдо, а потом это сэкономит 7-10 минут твоего времени. Потому что я за один подход пойду к системе, пробью напиток, салат, лепёшку и, например, котлеты из индейки для тебя. Это уже начнёт готовиться. Пока что я принесу напиток, через 3 минуты уже будет готов салат. Это экономит твоё время на 7 минут. Ты хочешь за этой стабильностью возвращаться. Это экономит моё время, как официанты, и количество шагов, пройденных мною в ресторане. И это позволяет ресторану большую посадку взять, потому что каждый гость, сокращая его на 10 минут, в день выходит примерно 2 часа. И за этот стол можно посадить ещё одного гостя и взять и сделать ещё одну выручку. И все выигрыши опять. То есть это тоже временной вау-сервис, о котором не говорят, но который ощущается очень сильно. Поэтому я подразделяю как раз-таки для ответа на твой вопрос, подытожу, эмоции, техника и время. В каждом этом аспекте важна база и обязательные вещи, которые мы делаем. И, конечно, есть те, которые могут повлиять на вау-сервис, примеры которых я сейчас вам рассказала. Настя, ты сейчас прям раскрыла пример этого вау-сервиса. Я у тебя не спросила сегодня вообще про эту всю концепцию. Давай немножечко этой теме уделим внимание. Можешь ли ты ещё привести примеры из разных сфер, как этот вау-сервис организовать в целом предпринимателям в разных нишах? Вау-сервис организовать очень легко. Как это сделать? Нужно самостоятельно, если это мой бизнес, пройти путь гостя и понять, удобно ли расположено мыло, на какой высоте находится в туалете мыло. Есть ли это мыло? Вкусно ли пахнет? Как часто должна уборщица приходить в туалет? Удобны ли стулья? Невысокие ли они? Удобна ли спинка? Насколько комфортный по восприятию будет стол? Какая посуда? Подходит ли она в интерьер? То есть это продумывание до каждой детали. И сюда я опять приписываю нейромаркетинг, потому что мы можем эти детали оценить по пяти органам чувств, которые будет чувствовать гость. Как пахнет в ресторане? Как бы я хотела, чтобы пахло? Что бы я хотела, чтобы гость этого запаха чувствовал? Что я слышу? Например, вау-сервис здесь, в этой точке, когда была пандемия, мы очень хотели окунуть наших гостей в наш ресторан, но это было очень сложно сделать, потому что никто не пускал никого, соответственно. И мы отправляли гостям QR-код с нашим плейлистом и обязательно писали им мета-сообщение на листочке от руки, которое тоже позволяло приблизить нашего гостя к нам. И мы писали о том, что как только вы будете размешивать греческий салат, для начала включите, пожалуйста, музыку, и это позволит вам окунуться в нашу атмосферу и сделать дома ресторан. Например, то есть то, что гость слышит, чтобы все органы были связаны между собой. Потом, какой вкус и какое качество продукта. Все детали, которые мы можем отследить, это как раз-таки путь гостя. И как сделать этот вау-сервис? И, конечно же, нужно здесь очень просто тоже, это вообще всё очень просто. Если есть желание, подумать на несколько шагов вперёд. Если я принесла тебе сейчас лимонад клубника-паприка, я понимаю, что ты уже скоро его допьёшь, и мне нужно будет предложить тебе другой лимонад, потому что я хочу, чтобы ты попробовал как можно больше вкусов в нашем ресторане и наслаждалась этой жизнью. Потому что эти лимонады мы готовим самостоятельно, и я хочу, чтобы ты ещё попробовала наш шалфей. Потому что это потрясающая классика, которая есть только в нашем ресторане. Шалфей мы привозим из Японии. Ну, то есть, такие вещи, которые позволяют продумать на шаг вперёд, и опять же, тот стори-теллинг, о котором ты сегодня задавал вопрос, он поможет сделать вау-сервис. То есть, окунуть гостя в эту эмоцию. А у меня есть правило, которым я учу своих официантов, с которыми работаю, думать на 10 шагов вперёд. Не на 3, а на 10. И есть техника, которая позволяет это сделать, потому что у каждого официанта всегда есть с собой блокнот. Подумать, какие точки для каждого стола мы можем осуществить сверх того, что он ждёт. И сделать так, чтобы это было сверх ожиданий гостей. Как это осуществить? Есть у нас страхи. Это эмоциональный страх, то, что мне не хватит внимания в этом ресторане. Это финансовый страх, то, что меня обсчитают. И это базовый страх безопасности, то, что я могу отравиться. И вау-сервис строится на том, чтобы не позволить гостю испытать даже чуточку этого страха. То есть всегда думать на 10 шагов вперёд. Например, если я понимаю, что твои котлеты из индейки, которые ты будешь есть на второй курс, готовятся чуть дольше, и у нас стала большая посадка, и я не успеваю тебе вынести за время комфортного ждания. Здесь тоже конкретику скажу, что время комфортного ждания блюда для гостей это 10-12 минут. После этого мы начинаем ворочаться. Где мой официант? Мои котлеты забыли. Наверное, на другой стол отнесли. И я должна, чтобы ты не испытывал этот страх безопасности, коэффициант подойти тебе и сообщить, Дарья, котлеты готовятся. Через 3-4 минуты я вам их принесу. То есть твоё комфортное время ждания увеличилось на 3-4 минуты, и ты не будешь думать про этот страх. То есть думать на шаг вперёд, а именно на 10 шагов вперёд. Обязательно эти шаги пройти самостоятельно и сделать путь гостя для себя, потому что мы самые привередливые чаще всего потребители, если это наш бизнес. И, конечно же, это обучать команду, чтобы они умели это делать прямо в моменте. И здесь ещё очень важный момент. Обрабатывать жалобы и возражения тоже влияет на вау-сервис. Например, я знаю компании, которые специально делают косяки для того, чтобы сделать вау-сервис и чтобы гость их запомнил. Для чего это делается? Потому что конкуренция очень высокая, и вау-сервис создать сейчас очень сложно, потому что наш потребитель очень избалованный, и мы с тобой тоже очень избалованы, потому что сфера услуг у нас развивается. И некоторые компании делают специальную какую-то оплошность. Например, не положили тебе в заказ десерт, который ты заказывала. И ты звонишь, злая мне, говоришь, Анастасия, что за фигня? Вы мне не положили десерт, я его ждала, я сейчас уезжаю, через 20 минут у меня встреча. Я специально заказала доставку. Я тебе говорю, Дарья, спасибо, что вы позвонили, да, действительно, это наша ошибка. Когда вы будете дома, и ты говоришь, через 2 часа, и я вместо одного десерта присылаю тебе коробку, которой ты накормишь всю семью, у вас эта коробка будет стоять красивая, потом ещё 2 недели от Lucky Group, для того, чтобы ты видела, что нужно сходить в этот ресторан. И у тебя уровень лояльности вырастает в троекратном размере, потому что обрабатывают наши жалобы, то есть наши крики души, наши обиды закрывают. Мы к этому бренду относимся гораздо приятнее, гораздо ближе. Это тоже как точка вау-сервиса. Я, конечно, не приверженец того, чтобы делать специальные косяки, потому что стабильность строится как раз-таки из системной работы, ежедневной, качественной и рутинной. Но такой тоже есть вариант, и я его знаю. Я использую в работе жалоб и возражений, несмотря на то, что мы их не специально сделали, но вот если для вашего бизнеса это актуально, смело, пожалуйста, берите и пользуйтесь. Слушай, очень крутые фишки. Спасибо, что делишься. Давай ещё буквально парочку советов по поводу работы с негативными отзывами, возможно, какой-то кейс из твоей работы, где, знаешь, прям вы знатно накосячили и потом, наоборот, обернули ситуацию в свою пользу. Жалоба возникает не сразу. Есть такая книга, «Жалоба – это подарок». Это всегда повод задуматься, почему у гостя возникла эта реакция. Не просто думать, ой, какая привередливая, блин, припёрлась тут вообще, выпендриваются, а действительно задуматься, почему глубина это происходит. И здесь, конечно, важна максимальная эмпатия и уровень вовлечённости, чтобы решить эту ситуацию, чтобы она повлияла нас положительным образом. у меня есть моя система обработки жалоба возражений, она называется «heart» — «сердце», и каждая буква расшифровывается. «H» — «hear» — «выслушать обязательно гостя», дальше «e» — «empathy» — «проявить эмпатию», «a» — «apologize» — «принести извинения», «r» — «reason» — «выявить причину и предложить решение», «t» — «поблагодарить» — «thank you». И здесь очень важно всегда помнить об этом, то, что самое главное слово — это «сердце». Даже если я как-то не так обработаю жалобу, но я буду максимально хотеть сделать так, чтобы гость ушёл доволен, это всегда ощутится. У меня была ситуация очень жёсткая, когда ты спросила, и самая первая пришла на ум, это в кофемании, когда я открывала два ресторана на берегу моря в Сочи. На морвокзале мы открывали кофеманию в 2018 году, и пришла гостья, там был у нас тай-кофе в меню, и в этом тай-кофе фраппе лёд, достаточно крупный, и гостья нашла там стекло, которое она, оказывается, проглотила. Было две частички этого стекла, одну часть она проглотила, а вторую осталась, то есть она это почувствовала. И она порезала свой пищевод, её увезли на скорой. Это стекло оказалось с мойки, там разбили какой-то стакан и не проверили блендер. Соответственно, не произвели двойной контроль, и бармен, который нёс этот блендер, тоже его не проверил, и оказалось две части со стекла. Гостья уехала в больницу. Это очень сильная репутационная история была, которая повлияла и принесла большие убытки. На тот момент я думала, вообще меня уволят, потому что произошло в моём ресторане. И что мы делали? Во-первых, это гостья написала во всех социальных сетях, что это ужасный ресторан, шарашки на контор, что она порезала себе пищевод, это вплоть до ТВ. Всё это вышло, она была медийная достаточно. Потом, конечно, нужно было обрабатывать жалобы и возражения, потому что тут даже не жалобы и возражения, тут жалобище просто. Ну то есть, и мы в этом очень сильно виноваты, и гостья вообще не брала трубки, никак не было подступиться. Тут, конечно, уже подключились все топ-менеджеры, которые можно. Мы звонили этой гостье для того, чтобы хотя бы вообще принести извинения словесно, но она не брала трубки от нас. Она была в очень плохом состоянии на тот момент. Потом я выяснила, в какой больнице она лежит. С букетом цветов поехала лично для того, чтобы это был живой контакт. И, конечно же, начала приносить извинения и дать понять, что мы действительно виноваты. В итоге нам пришлось оплатить ей лечение, оно стоило 80 тысяч рублей. В итоге каждый раз мы прислали ей букеты живых цветов, мы узнали, какие цветы она любит через её друзей и родителей. Мы прислали ей специальное меню, мы создали ей меню, которое там по диетическому столу номер 6, которое можно было есть именно в её случае. И, конечно, она была всегда раздражённой, когда мы это всё прислали. Она, конечно, это не транслировала, но это происходило две недели. На протяжении двух недель она потом вернулась домой, мы тоже ей отправляли еду. Потом, конечно, немножко у неё спал вот этот вот уровень агрессии, хотя она потеряла очень много денег на своей работе. Она лежала в больнице, это ужасно. И она говорит, я вас вообще закрою. Но потом всё произошло так, что мы с этой гостьей до сих пор дружим. И когда я езжу в Сочи, мы с ней встречаемся. Классика просто. Да, про дружбу, то, что действительно, это очень моя хорошая знакомая, её зовут Анна. Она потрясающая женщина. И вот если бы не было этой ситуации, возможно, у меня не было такого хорошего знакомого. Она преподаватель английского языка, очень известная в нашей стране. И здесь, конечно, повлияло то, что мы просто давили своей настойчивостью, но, конечно, это было всегда с уровнем апатии. Мы выбрали нескольких сотрудников, которые возили ей еду, чтобы не раздражать новыми сотрудниками. Обязательно выслушали все её негативы, обсуждали с ней, что мы её понимаем, и действительно для нас это очень грустно, что так произошло. Это наша большая ошибка. И удалось, конечно же, предпринять меры и, самое главное, предложить то решение, которое ей казалось, что это фигня, но в конечном счёте оказалось, что она нас запомнила и до сих пор, конечно, находится в кофемане. Это просто какой-то нереальный кейс. Ты когда рассказывала, мне плохо самой стало, страшно, но то, что ты так настойчивая и изменила ситуацию, что она до сих пор ходит к вам, это, конечно, твоя заслуга. Моя и моей команды, конечно, потому что шеф-повар тоже мой подключился, который лично ей звонил. Конечно же, мы большую работу над ошибками провели для того, чтобы команда понимала, какая серьёзность. У нас, на самом деле, нам эта ситуация помогла очень сильно сплотить команду. Мы не стали никого увольнять, мы очень активно начали прорабатывать каждую историю, то есть это помогло нам проявить уровень такого глубинного эмпатического отношения к гостям, потому что ребята тоже очень переживали. И, конечно, я увидела, что моя команда действительно собрана по тем критериям, которые нам нужны, потому что чаще всего это в сложных ситуациях проявляется. Но я вспоминаю эту историю сейчас, конечно, как очень большую точку роста моей команды в тот момент. Я вспомнила случай из своей практики. Я была директором такой детской школы, дополнительного образования на протяжении пяти лет. И у меня был один такой большой страх меня как руководителя, когда у тебя дети на объекте находятся, в первую очередь ты беспокоишься, чтобы безопасность была обеспечена. В общем, у нас там одна ситуация произошла, уже не буду в неё погружаться, но суть в том, что насколько действительно такие ситуации сближают, и это, знаешь, для меня мысль про то, что путь в близость, она бывает разной. И обычно через такие кризисные ситуации мы там и командой сплочаемся, и чему-то это нас учит. Ну, вот такой вот путь бывает. Я с тобой соглашусь здесь тоже, потому что не бывает успеха без промахов, без падений, и классно, когда мы на этот опыт опираемся, просто анализируем и двигаемся дальше. Настя, очень интересно с тобой общаться. Мы уже вышли за тайминг, поэтому давай завершать. дай нам какой-то топ-книг, которые помогут прокачать в нас вот все эти сервисные решения истории. Первая книга, которая приходит в голову, это «Дело не в кофе», про корпоративную культуру Starbucks, которая действительно отражает то, как компания масштабировалась в мире. Также рекомендую обязательно почитать книгу «Харизма». Это книга 2022 года, она моя любимая, там очень много практических инструментов, которые помогают с помощью харизмы влиять на людей, особенно для управленческого состава и инструменты для того, чтобы управлять командой. И третья книга «Жалобы — это подарок к тему того, что мы сейчас с тобой последнюю тему обсудили, которая тоже очень помогает понимать, что у каждой жалобы есть свои последствия и причины». И какой-то совет на путствие для наших слушателей. Любите то, что вы делаете и делайте то, что вы любите. Даже в любой рутине можно найти что-то приятное. Даже если мне не нравится делать какие-то бумаги, я могу найти себе приятное последствие. Например, сделала я документ и думаю, зато я сейчас съем вкусный десерт или выпью лимонат, клубника, паприка. Поэтому самое главное в нашем мире это любовь, я считаю, экологичность, поэтому любите то, что вы делаете. Это была Анастасия Егорова и Дарья Новицкая. Это подкаст «Вам помочь», подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. И сегодня, как мне показалось, у нас вышел такой классный объемный выпуск. Мы очень много говорили про ценности, про то, как их в себе обнаружить, как транслировать это своим гостям, как организовывать тот самый вау-сервис и как развивать себя таким образом, чтобы быть интересным другим людям, создавать дружбу со своим клиентом. Анастасия, спасибо. Спасибо, Даша. Очень приятно было пообщаться с тобой. Благодарю тебя за такие вопросы. Спасибо, что были с нами. Слушайте нас, ставьте лайки, подписывайтесь и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!